Привет, это обзор без воды. Сегодня у нас советский крейсер 10 уровня Москва. Москва самый большой крейсер в игре. Он длиннее Ямато, а профиль его надстроек в боковой проекции вообще огромен. Также он обладает самым большим количеством хитпоинтов в своем классе. Это 48 тысяч очков боеспособности в топе. Однако размеры и посредственная броня делают Москву излюбленной целью для всех приезжих. Фу, противника. А склонность к пожарам часто притягивает на себя все внимание авиамассы. Москва быстрый крейсер. Его скорость больше 33 узлов, что позволяет выбирать больше одного направления при начальном разъезде. Однако время перекладки рулей и скорость поворота ставят Москву на одну полку с линкорами по маневренности. Главный 220-мм калибр Москвы обладает безумной точностью и отличной дальностью, баллистикой, скоростью полета снаряда, а также отличным разовым уроном и пробитием. Привет, цитадельки! Возможно, это лучшее орудие в игре. Разовый урон бронебойным снарядом в 1065 единиц при перезарядке 10,5 секунд из 9 стволов заставит ваших противников сильно пропотеть. Это почти 10 тысяч урона за залпы, почти 55 тысяч единиц урона в минуту. Это очень круто. И все это не считает цитаделем. В Москве также есть малый калибр с достаточной дальностью почти в 7 километров, который позволяет достаточно эффективно поджигать противника в ближнем бою и отгонять назойливые эсминцы. ПВО у Москвы есть, но даже прожатие воздушной тревоги не спасет вас от авианалета. При ваших габаритах бомбы в вас попадут все, а маневренность не позволит уйти от торпедоносцев. По оборудованию. Я ставлю в первый слот поворот ГК, что позволит эффективнее отстреливать этих мелких шамакадзе. В остальные слоты рулей, чтобы снизить время перекладки рулей, контролировать положение крейсера вам придется постоянно. Я пробовал ставить защиту от поджогов, но что с ней, что без нее, бомбардировщики все равно вешают вам по три пожара. Боевое применение. Основная задача Москвы – уничтожение вражеских эсминцев и крейсеров. Дальность стрельбы главного калибра позволяет не отходить далеко от базы, и в случае прорыва вражескими эсминцами эффективно сплавить их обратно замка. А точность и пробитие главного калибра позволят очень весело убивать цитадельки из крейсеров, которые до вас даже не достают. Из Минотавра по несколько штук за залп вылетает. Опять-таки авик вас скорее прикроет истребителем, если вы будете рядом с ним. Несколько полезных советов. По эсминцам можно стрелять бронебойными снарядами, но иногда они будут прошивать их на вылет с минимальным уроном. Этого хватит, чтобы добить, но если эсминец фуловый, заряжайте фугасы. По советским эсминцам проходит полный урон. Можно забрать Хабаров за два залпа. Никогда, никогда, никогда вообще не стойте на Москве ворк. В сложных ситуациях я разворачиваю крейсер, глядя на карту, чтобы минимизировать проекцию корабля для противников, если они с разных сторон. И даже иногда стараюсь, учитывая синхронность их залпа. Старайтесь держаться на максимальной дистанции от противников. У вас точное орудие, у них нет. При дуэли с линкорами стойте к ним носом ровно под 90 градусов. Даже не пытайтесь довернуть, чтобы использовать заднюю орудийную башню. При достаточном расстоянии вас вообще не попадут. При разборках с эсминцами также разворачивайтесь к ним носом или кормой, чтобы не дать им шанс навалить вам полный порт торпед. Еще Москва может делать так, так и еще вот так. Всем удачных боев! Увидимся в рандоме. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok